Мария Владимировна, добрый день. У нас один вопрос и касается он нефтяной повестки. Президент США на этой неделе совершает визит в Саудовскую Аравию, крупнейшего экспортера нефти в ОПЕК. И наш вопрос заключается в том, обеспокоена ли Россия подобной нефтяной дипломатии Ушниктона и видит ли угрозу в его усилиях снизить зависимость мировой экономики от российских энергоносителей и как следствие привести к снижению цен на них? Вы знаете, чем обеспокоена Россия? Первое. Россия обеспокоена дестабилизирующим поведением Соединенных Штатов Америки в мире. Малоадекватные шаги нынешней администрации уже поставили мир на край или на грани энергетической, продовольственной, кто-то говорит катастрофы, кто-то говорит кризиса, кризиса безопасности и так далее. Второе, чем, как вы сказали, обеспокоена Россия, это абсолютной непоследовательностью, не столько уже шагов, с шагами все понятно, но даже концептуального программирования политики в Соединенных Штатах внутри своей страны и в международных делах. Понимаете, речь идет о том, что я действительно об этом хотела бы сказать серьезно, без шуток, без какого-то сарказма, потому что это очень серьезная история. Мы не видим последовательности даже на концептуальном, доктринальном уровне. То есть мы понимаем, что очень сложно быть последователями при реализации решений в условиях, например, кризисных периодов, потому что кризисы требуют экстренных решений по выводу ситуации из тупика. Но это же совершенно не означает, что когда вы занимаетесь программированием, когда вы занимаетесь анализом, когда вы выстраиваете вот эту вот парадигму, концептуальный взгляд на развитие своей страны и мира, что оно должно быть подвержено вот такой вот антисистемности. А мы это видим и наблюдаем, и я думаю, что не только мы, вы. Я, может быть, скажу об этом на конкретных примерах. Вот несколько материалов, я несколько материалов на этот счет даже в таком публицистическом плане опубликовал себя в телеграм-канале по поводу того, так что же мы видим на сегодняшний день в концепции, в видении Соединенных Штатов Америки. Это связано в том числе с визитом Байдена в регион Ближнего Востока с точки зрения их же идеологемы зеленого перехода, энергетической трансформации, зеленой экономики и так далее. Они отказались от этого? Это уже не рабочая модель? Эта концепция провалилась? Она не существует? Она отложена? Она будет перерабатываться или она все еще в силе? Если она в силе, так как ее никто не отменял, у меня большой вопрос относительно заявленных целей визита. Они были обозначены как антироссийская заряженность и попытка уговорить посещаемые страны не развивать отношения с нашей страной на ряде треков и увеличить добычу углеводородов. Но не может быть заявлений или концепции, одобренной, неотмененной, об отказе и переходе в виде этого энергоперехода, об отказе использования соответствующих энергоресурсов к 1935 году, сокращения в Соединенных Штатах Америки, США, с призывами к увеличению их производства в других странах мира. Это какая-то странная история. Понимаете, у экологии, у природы у нее нет ни виз, ни границ межгосударственных. По крайней мере, нам об этом ничего не известно. Может быть, это какая-то новая будет доктрина в Вашингтоне. Но мы же прекрасно понимаем, что когда мы говорим об этих вопросах, они не имеют вот этого национального сегментирования. Поэтому откладывать или видоизменять вот эти концептуальные подходы или сочетать их с ровно противоположными – это какая-то странная концепция. И это действительно не может не тревожить. Теперь про отношения нашей страны с странами региона. Мы действительно высоко оценим многолетнее успешное сотрудничество с Саудовской Аравией в сфере энергетики. Наши страны являются сопредседателями механизма ОПЕК+. Он играет важную роль в стабилизации нефтяного рынка. Причины роста цен на энергононосители, включая нефть, носят многоплановый характер проблемы не в визите Байдена в Саудовскую Аравию, а в серьезных просчетах в энергетической политике Запада, которые привели к недофинансированию углеводородного сектора в последние годы. Но то, о чем я говорила, то есть концепция была иная. Крайне негативно воздействуют на рынок и незаконные рестрикции в энергетической сфере, к которым в политических целях сплошь и рядом прибегают США. Речь идет не только о России, речь идет и о других странах, это и Венесуэла, и Иран, и так далее. Просто многолетние, такое, так сказать, безответственное, провокативное и спекулятивное отношение Вашингтона к этой проблематике в различных точках мира. Резервов наращивания добычи сейчас не так много, поэтому цены будут регулироваться рынком. Если же группа семьи попытается реализовать свои, вполне себе можно их назвать, авантюрные планы установления некого потолка цен на нефть, то от этого они могут и возрасти, о чем тоже говорят экономисты. Потому что вот эти планы, они и антирыночные, и авантюрные, и волонтаристские, конечно же. Ответила я на Ваш вопрос? Ответила я на Ваш.